МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он напомнил, что пятилетний срок полномочий избиркома округа истекает 16 июня 2016 года. По словам председателя избирательной комиссии, на сегодняшний день требования закона таковы, что решение о формировании нового состава комиссии должно быть принято не позднее, чем за 40 дней до истечения срока полномочий. Учитывая график проведения сессии и собрания депутатов, самым оптимальным сроком для принятия решения о начале формирования избиркома стало бы 14 апреля, день, на который запланировано проведение апрельской сессии. Однако, заметил Георгий Попов, 9 марта президент подписал поправки в отдельные законодательные акты России о выборах и референдумах. Они, в частности, предусматривают продление срока полномочий региональных избиркомов, истекающего в 2016 году после 29 мая, до окончания избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы 7-го созыва. Соответственно, данная норма будет распространяться и на избирательную комиссию Ненецкого округа. Соответственно, новый состав избиркома Ненецкого округа приступит к работе в 20-х числах декабря. Снизить безработицу в регионе – это главная задача межведомственной рабочей группы по взаимодействию с недропользователями. Также группа будет координировать деятельность исполнительных органов власти, государственных учреждений округа и недропользователей при введении учета инвестиций, направляемых компаниями на развитие региона. Одно из направлений деятельности новой рабочей группы – организация подготовки квалифицированных кадров в нефтегазодобывающей отрасли. С начала года компании-недропользователи предоставили в Центры занятости 94 вакансии по 49 специальностям. Сейчас формируются группы по обучающим программам для безработных граждан, которые желают работать в нефтянке. По направлению от Центра занятости можно обучиться на оператора по добыче нефти и газа, по сбору газа, а также оператора технологических установок. Об этом в программе «Алло Студия» рассказал директор Центра занятости Руслан Волосков. Первая группа у нас уже набрана в количестве 10 человек, операторы по добыче нефти и газа. Они уже начинают учиться на этой неделе. А где они будут учиться, проходить обучение? Первая группа будет проходить обучение в Центре повышения квалификации «Лидер». Это образовательная организация, которая находится в посёлке Искателей. Обучение безработных граждан бесплатное. Оно будет проходить на базе Ненецкого профессионального училища. По окончании образовательного курса выдаётся удостоверение установленного образца. Такие меры принимаются региональными властями неспроста. В округе зарегистрировано 634 безработных гражданина. При этом в банке вакансий Центра занятости более 300 рабочих мест, которые предлагают учреждения и предприятия округа. Это значит, квалификация безработных не соответствует требованиям заявленных вакансий. Мы должны эту проблему, она состоит как минимум из двух частей. Первая – это сегодняшняя текущая ситуация, когда мы должны перепрофилировать, переподготовить. Переподготовка – две недели, месяц, два, три. Человек получает удостоверение, проходит практику и уже сегодня работает. Ему сегодня нужно семью кормить. У него одна специальность, он должен получить другую. И вторая – она более долгосрочная, она более медленная, но она даст гораздо выше, отдача будет совершенно другая от этого. Второе направление в борьбе с безработицей – профориентация в школе. По меню главы региона этот способ решения проблемы самый эффективный. Определив для себя будущую профессию, ученик будет целенаправленно и углубленно изучать нужные ему предметы. Например, в Роснефть-классе, который работает на базе школы поселка Искателей, упор делается на математику, физику и химию. Выпускники профильного класса – будущие инженеры и специалисты в области недропользования. Сегодня каждая школа округа переходит на профильное обучение. Так, в первой школе идет углубленное изучение физико-математических и гуманитарно-филологических дисциплин. В третьей – социально-правовых. Четвертая школа ориентируется на естественно-научном профиле. Валентина Чебичек, Вадим Носкин, Телеканал «Север». В Ненецком округе определяют профессионала в сфере образования. Региональный конкурс стартовал сегодня. Конкурс проводится по пяти номинациям – учитель года, воспитатель года, педагогический дебют, преподаватель года, учитель родного ненецкого языка. Цель конкурса – выявление выдающихся педагогов, поддержка инновационных педагогических технологий и повышение престижа педагогического труда. В конкурсе участвуют 17 педагогов из городских школ, школ поселка Красное, Нельминоса, села Тельвиска, деревни Антик, а также социально-гуманитарного колледжа имени Волчейского. В течение четырех дней педагоги проведут открытые уроки и занятия с детьми, мастер-классы, представят творческие презентации. Помимо общих испытаний, для каждой номинации предусмотрены отдельные задания. К примеру, учителя ненецкого языка предоставят национальный костюм, претенденты на победу в номинации «Лучший учитель» должны проявить свои лидерские качества в круглом столе образовательных политиков и стать участниками методического семинара. Итоги конкурса огласят на торжественной церемонии закрытия «Профессионал года» 19 марта во Дворце культуры Арктика. Педагоги, занявшие первые места в номинациях «Учитель года» и «Воспитатель года», станут участниками Всероссийского конкурса, который пройдет осенью 2016 года. О людях севера и знаменитых первопроходцах. В Ненецкий округ приехала экспедиция «Арктика-Антарктика» для съемок документального фильма. Участники проекта планируют познакомиться с жизнью северян, побывать у нефтяников на буровой платформе «Приразломная» и провести параллели с великими экспедициями в Арктику. Перед началом творческого проекта съемочная бригада сама стала героем съемочного процесса. Фильм о жизни на севере – шестой для творческого проекта по дорогам и бездорожью истории. Пять предыдущих документальных лент посвящены Кавказу, Ямалу, Кольскому полуострову. Каждая картина – своеобразный рассказ о нынешнем и прошлом региона. Хочется в этом фильме соединить историю с современностью. Мы будем все время перекличку делать с временами 200-300 летней давности, с экспедиции Беллинсгаузена, который открыл Антарктиду, с экспедиции Седова, который пытался достичь Северного полюса, но, к сожалению, попытка была трагической. Седов погиб, не дойдя до конца своего маршрута. И мы хотим показать тех людей, которые сейчас работают в Заполярье. Рабочее название фильма «Арктика-Антарктика. Остановка по требованию». Часть про Антарктиду уже готова. Ее сняли в рамках 61-й антарктической экспедиции. В Ненецком округе будут снимать про Арктику. Зимник, нефтяников, жителей тундры и города. Мы все-таки стараемся снимать в таком ключе, как экшен, вытягивание машин, красивые виды, красивые виды Севера, но при этом еще и рассказ. Поэтому мы все-таки ставим упор на молодежь, на то, что именно в таком виде, современном, людям будет интересно смотреть. Перед поездкой в округ участники прошли тщательную подготовку. В учебно-тренировочном центре Санкт-Петербурга научились эвакуироваться из вертолета при падении в воду, получили специальные справки для работы в условиях Севера. Что касается транспорта, экспедиторы передвигаются на иномарках, приспособленных к бездорожью. Ночевать в машинах пока не приходилось, но они полностью укомплектованы. Закончить историко-познавательный фильм «Арктика-Антарктика. Остановка по требованию» планируется к лету. По традиции, видео сразу же будет выложено в интернет, чтобы «Арктика» стала еще доступнее. Валентина Чибичев, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». На этом пока все. Увидеть наши новости можно и на нашем официальном сайте по адресу trksever.ru. Далее прогноз погоды. Далее прогноз погоды.